Эту грунтовку называют дорогой жизни жителей трех сел. Большие Полянки, Адашево и Паёво. По ней в три раза быстрее, чем по асфальту можно добраться до дома из райцентра. Старинный путь, который помнят еще прадеды местных старожилов, 30 лет зарастал лесом. И вдруг появился человек, который услышал мольбы местных жителей. Расчистил заросли, разровнял завалы, сделал для людей доброе дело. За это на него завели дело уголовное по статье о незаконной вырубке леса. Я так понимаю, что в нашем районе, в нашем селе больше вообще никаких проблем нет. Чтобы прокуратура, суды занимались, только вот это. Каждый год начальство, которое к нам приезжало, наше сельское начальство, наши сельчане просили, ну, сделайте, пожалуйста, дорогу. Ну, она очень удобная, сделайте, пожалуйста, все обещали нам. Все, все подряд обещали. А дорога потихоньку 30 лет зарастала. А теперь нашелся человек, кстати, не Полянский. И не начальство, и человек, который на выборах никуда не собирается, чтобы себя маленько показать людям. Вдруг он сделал. И его надо за это наказывать, понимаете, ну, несправедливо. Игорь Рогожин тот самый человек, который срубил деревья и кусты ради ровной дороги. Он руководит местным сельхозпредприятием. Пригнал технику и за 4 дня сделал то, чего чиновникам не удавалось десятилетиями. Теперь по новой дороге ездят коммунальные службы, скорая помощь, пожарные, местные жители. Сельхозтехника объезжает асфальт, чтобы его не разрушать. А сам мужчина ходит под следствием. Общий ущерб на 5300 рублей. Потом это все они умножили на 50. Это у них, наверное, такие вот расценки или такие у них там правила. Получилась сумма 269 тысяч, почти 270 тысяч. И уже здесь уголовная статья. Ущерб в особо крупных размере. Уголовная статья. Статья такая же, как если, например, в Иркутской области черные лесорубы эшелонами продают лес в Китай. Там имеют миллионы денег. Их же по этой статье судят. И я теперь под этой же статьей хожу. То, что вот просто сделали для людей дорогу. На защиту Игоря Рогожина дружно встали почти 500 местных жителей. Если они требуют прекратить уголовное дело, даже обещают посадить новый лес взамен вырубленных деревьев. То, чем 30 лет зарастала дорога, это был так называемый самосад, который Минлесхоз оценил в 300 тысяч рублей. Это вообще уму непостижимо. Разве можно такого человека осуждать с плохой стороны? Я этого человека, который сделал дорогу, не знаю. В общем, молодец. Настоящий мужик, настоящий патриот. За такие дела, раньше за то, что проводили дорогу, за то, что проводили воду. Это благотворительность. Это, как говорится, у нас мусульман большой савап. В общем, молодец. Настоящий мужик. На таких людях, на таких держится наша Россия. Молодец. В 19-м году у нас загорелось поле. Там вот пожарка. Трехмостовый Урал не мог проехать. Сейчас везде полотинки, везде все построили, все сделали. Там все ездят, скорая ездит, пожарки ездят, мусоровозы. Все сейчас по этой дороге ездят. И вот мы там, у нас сколько человек? Человек 15 работает у нас с нашего села. И все по этой дороге мы добираемся на работу. Это преступление раскрыл местный лесник, а Министерство лесного хозяйства дало делу ход. Оказывается, что по документам здесь и не дорога вовсе, а просека. Как так могло получиться, никто не понимает. Ведь в 90-е были планы заасфальтировать грунтовку. А в начале 2000-х здесь даже построили хороший мост через ИСУ. Если это не дорога, вряд ли ее показал бы автомобильный навигатор. Для Министерства лесного хозяйства это, видимо, не аргументы. Игорю Рогожину обидно, ведь он не взял ни с кого денег, не имел корыстной цели продать срубленные клёны, думал, дело и доброе дело для всех и оказался виноватым. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Кадошкинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова